То есть, например, если вас аппетит посетил, вы, допустим, разово, ну, допустим, можете просто там, не знаю, пойти попить воды или попробовать отвлечься, или съесть что-нибудь там низкокалорийное. Разово это, конечно, может помочь, но принципиально это причин аппетита не устраняет, поэтому потом он будет приходить снова, снова и снова по этой же самой причине. Эта техника, она позволяет работать с причиной, поэтому она, конечно, труднее, она требует больше времени, но если вы ее проделываете, есть шанс совершенно другой результат получить. Лучше всего ее проводить письменно, но даже если вы как-то устану эти вопросы задаете, это тоже может быть полезно. Вот. И, собственно говоря, что мы сейчас с вами сделаем? Мы пройдемся по этим вопросам, возьмем за отправную точку вот эту вашу ситуацию, которая вам сейчас пришла на лун, да? И я вас попрошу представить, как будто бы эта ситуация, ну, вот она происходит прямо сейчас. И вы, как бы, ну, и вы ее исследуете. Как будто бы она происходит прямо сейчас. То есть я буду задавать вопросы, писать их. После каждого вопроса буду просить вас написать ответ, ответ именно в контексте вашей ситуации. Да, потом следующий вопрос. От меня вы снова пишите ответ, там, и так далее. Значит, первый вопрос, когда вас посещает аппетит, это вопрос, ну, он такой достаточно простой, да? Что сейчас происходит или какая сейчас ситуация? Здесь важно просто описать факты. Без эмоций каких-то, без каких-то мыслей, просто факты. То есть факты, которые объективны. Где вы находитесь? Чем вы заняты? Есть ли кто-то рядом с вами или нет? Какое там это время дня? То есть вот такую фактическую сторону дела. Сейчас я вас попрошу тоже написать по поводу вот этого вопроса. Применительно уже к своей ситуации. Коротко. Что это за ситуация с точки зрения просто вот объективных фактов? Там какие-то отделения. сильные подробности писать не надо, да, то есть просто коротко, по сути, да, то есть вот именно фактическая сторона дела. Да, вот. Сижу за столом и Юля, в этот момент еще, чем вы заняты были? Ну, аппетит пришел, как я понял, после того, как вы уже поели, вы написали поужинал. Смотрите, смотрите, Юля, тут вот я уточнить хочу все-таки. Если вы ужинали в этот момент, да, и потом наелись, вот, а когда вы ужинать-то садились, это был аппетит у вас или голод? Угу. А я попросил именно взять, вспомнить ситуацию аппетита, то есть когда у вас возникло желание поесть и голода при этом физиологического не было точно, а желание поесть было. Вот как бы такую ситуацию, то есть это именно и есть ситуация аппетита. Если вы сели, есть по чувству голода и потом переели, тут могут быть разные причины. Одна из них, это да, мог присоединиться аппетит, то есть какие-то эмоциональные факторы. Но тут могут быть и другие причины. Например, то, что вы просто банально мало съели, то есть не наелись. Да, то, что вы поели, ну не то, что вам хочется и потом переели того, что хочется. То, что вы перед этим голод накопили и поэтому потом сели ужинать. Да, по чувству голода, но при этом переели, потому что как бы, да, голод до этого накопили. То есть тут разные могут быть причины. Нам надо взять сейчас для исследования именно ту ситуацию, когда конкретно это вот сто процентов аппетит, то есть там нет чувства голода, организм сыт, однако чего-то хочется все равно. Поэтому, может быть, вы все-таки тут тогда другое что-то возьмете. Вашу, Татьяна, услышал, да, то есть. И, Татьяна, вы тоже в этот момент, в этой ситуации тоже понимали, что это не голод был. То есть организм есть не хотел. Так, ну или что, какую-то другую берете или все-таки вам кажется, что в этой ситуации был аппетит? Как бы, ну, перемешался, да, и тогда с этой. Ну, хорошо, давайте вот это возьмем. Сейчас важно, это может быть сейчас любая ситуация, да, главное понять, как работает этот логаритм. Потом вы можете его использовать, естественно, в любой другой ситуации. Вот, это первый вопрос, то есть, сейчас, Татьяна, подождите, мы сейчас перейдем к тому, что вы там заедали, да, вот, то есть, отвечая на первый вопрос, вы как будто бы смотрите на себя со стороны, что с вами происходит, да, и вы просто сами себе говорите, так, что я сейчас делаю, да, вот я сейчас там тем-то, тем-то занимаюсь, да, я там нахожу сейчас там-то, там-то, какое-то время и так далее. Вот, второй вопрос, второй вопрос. А, о чем я думаю до того, как мне пришла мысль поесть, вот в этой ситуации, о чем вообще были мои мысли? То есть, тут имеется в виду не мысли про еду, да, а вот, что чуть-чуть предшествовало перед тем, как мысли про еду появилось, да, о чем до этого, в этой ситуации я думал. Попробуйте тоже, если удастся вспомнить, если совсем не помнятся, какие были мысли, ну, можно хотя бы предположить, допустим, что могла я, о чем могла я думать в такой ситуации. Такие, например, мысли. Юля, хочется или не хочется? Ага, ну вот, я так и подумал. Окей, вот, то есть, это вот такие мысли, да, в этой ситуации. Практически всегда в ситуации аппетита есть какие-то предшествующие мысли. Следующий, третий вопрос этого алгоритма, очень важный, это вопрос, что я чувствую? То есть, когда у вас были вот эти мысли, что вы чувствовали в этой ситуации, еще как бы немножечко до того, как пришла мысль про поесть? Потому что очень часто мысли, они приводят к возникновению определенных чувств. Да, иногда, кстати, может быть несколько разных чувств, иногда одно какое-то, а иногда несколько разных. Вот, например, грусть и злость. Тревога, тревога еще. Татьяна, подождите секундочку, вы сейчас пишите про желание. Желание, это другое, да, желание, потребность, это другое, это то, что хочется. То, что хочется получить, что хочется изменить в ситуации. А чувство, это как бы маркер того, маркер как бы ценности того, что происходит для меня. Что значит то, что сейчас происходит? Ага, вот обида, окей. Так. Едем дальше. Еще важный вопрос, если вы можете сейчас тоже ответить. Где и как это чувство ощущается в моем теле? Чувства, они в том числе имеют физиологическую основу. И если я что-то чувствую, то, как правило, всегда это где-то на телесном уровне отображается. В виде физических ощущений. Холод, тепло, покалывание, давление, расширение, сжатие, боль, натяжение, там, легкость. То есть самые разные физические ощущения, в которых кодируется какое-то чувство. Вот, может быть, тоже вам удастся вспомнить, где это больше на уровне тела ощущалось. Ну, если удастся. В реальной ситуации, когда прямо сейчас это все происходит, и прямо сейчас какое-то чувство вы испытываете, почти всегда можно назвать, где это в теле ощущается. Сейчас, поскольку вы прошлую ситуацию вспоминаете, да, может быть, там, ну, не так хорошо это вспомнится. В реальной ситуации. Следующий очень важный вопрос, пятый Вот в этой ситуации Когда были эти мысли Когда были эти чувства В чем, как вам кажется Была ваша истинная потребность В тот момент Что на самом деле вам хотелось Но предполагается, что На самом деле хотелось не еды И тогда, как вам кажется Что на самом деле хотелось В тот момент, в чем была на самом деле Ваша истинная потребность Потому что точно так же, как и мысли Очень часто приводят К появлению каких-то чувств Чувства, как правило, почти всегда Говорят о какой-то важной потребности Нашей собственной потребности И вот какая, на ваш взгляд Была потребность в той ситуации Так Угу Следующий, шестой вопрос Он конкретизирует пятый вопрос И он тоже достаточно важный В этом плане Как именно мне хотелось бы Чтобы была удовлетворена эта потребность То есть, если, например, хотелось Юлию, пишите Да, спокойствие То Какого именно Спокойствия Или как именно Это должно было выглядеть Чтобы вы почувствовали Что да Это то самое Если, Татьяна, например Пишите Высказаться и выйти из машины Ну, выйти из машины Понятно Здесь Достаточно конкретно А высказаться Высказаться кому Высказаться по поводу чего Да Как В какой форме Там, не знаю Высказаться Да То есть, вот Тут вот важно Конкретизировать Уху Уху и наконец седьмой заключительный вопрос иногда для кого-то он самый сложный для всех по-разному опять же да что конкретно я могла могу могла в данном случае про прошлую ситуацию могла сделать для этого то есть для удовлетворения этой потребности прямо сейчас прямо в тот вот момент тут важно написать какое-то конкретное очень действие то что конкретно вы могли сделать и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы про это тоже поговорим... В чем смысл вообще работы с этим алгоритмом, с этой техникой? Продолжение следует... Обычно в ситуации аппетита человек видит только то, что находится на поверхности, ну как верхушка такая айсберга. То есть он видит просто вот это желание. Вот я там захотел плюшки, захотел шоколадки там и так далее. И начинает с этим желанием, ну как-то бороться, как правило. На самом деле это только верхушка айсберга. А там внутри под водой как раз скрывается вот это вот все основное, основная часть. Основная часть это как раз таки те мысли, те чувства и те неудовлетворенные потребности, которые и приводят к возникновению этого желания поесть. Спрашивается, при чем тут еда? А еда на еду, внимание переключается тогда, когда нарушается где-то вот эта вот связь между тем, что возникает естественная, нормальная, важная для нас потребность. Эта потребность приводит к возникновению каких-то чувств. Эти чувства нас побуждают к тому, чтобы как-то об этом начать думать и соответственно что-то предпринимать, какие-то действия. Или же бывает наоборот, что возникают сначала какие-то мысли, на их фоне появляются определенные чувства, как правило неприятные. И это нам сигнализирует о том, что какая-то потребность важная сейчас не удовлетворяется. Что-то надо сделать. И мы, например, делаем это. Это естественный механизм. Это то, как происходит у всех. Но когда что-то здесь блокируется в какой-то момент, тогда может внимание переключиться на еду, как на способ как-то справиться с этой ситуацией. Например, когда человек перестает осознавать свои чувства или потребности. Или когда потребности он осознает, но он их не удовлетворяет по разным причинам. Или игнорирует, или считает неважными. И так далее, и так далее. Тогда, соответственно, может как заменитель своеобразный, суррогат, приходить на помощь еда. В этом плане желание поесть, которое возникает в ситуации аппетита, это такая ширма. На самом деле это не про еду, конечно же, история. И когда вы работаете по этому алгоритму, то в конце, после седьмого вопроса, вы можете прийти к трем разным вариантам. Первый вариант наиболее оптимальный, это когда вы знаете, что вы хотите, ну то есть, или вы поняли, что вы хотите в итоге. И вы поняли, что можно для этого сделать. Вот это самый простой такой, да, самый желаемый вариант. Тогда здесь осталось просто начать, ну взять это и сделать. Ну допустим, там, в процессе работы с ситуацией аппетита, вы поняли, что на самом деле вы очень сильно устали, вам не хватает банально отдыха. И на вопрос, что я могу сделать конкретно, да, вы придумали, вам пришла идея как-то перераспределить определенным образом внутри семьи ответственность, обязанности, чтобы высвободить немножко времени для себя. И это время вы можете использовать для того, чтобы, например, раньше лечь спать. Соответственно, лучше отдохнуть. Вот, это вот вариант, когда вы поняли, что хотите и поняли, что можно для этого сделать. Он самый оптимальный, но он, конечно, бывает не всегда. Значит, второй вариант, который случается тоже, может случаться, да, это когда вы знаете, что вы хотите, но вы не знаете, что можно сделать. Допустим, аппетит у вас возникает на фоне определенных конфликтов с начальником или с кем-то из коллег на работе. А что вы хотите в этой ситуации, на самом деле, вы, допустим, понимаете, ну, как-то прояснили для себя. Допустим, вы хотите не видеться с этим человеком или как-то не общаться, да, или увеличить дистанцию между вами, в том числе физическую. Но как конкретно это сделать, вы не знаете, потому что вы, допустим, ну, не можете взять воли там этого человека, да, коллегу вашего. Или, тем более, начальника, там, не знаю, отсадить его, еще что-то, да, и вы, вот, у вас тут стопор, вы не знаете, что можно сделать. Хотя чувства, мысли, потребности вы осознаете. Конечно, это более сложная ситуация, да, тут вот, ну, не так все просто. И, наконец, самый такой вариант, непростой, но он тоже встречается иногда, это, когда я не то, что не знаю, что делать, я даже не совсем понимаю, что я хочу в этой ситуации. Допустим, вы понимаете, что за вашим аппетитом скрывается тревога, или грусть, или разочарование, или злость. Но с чем конкретно они связаны, что вам хочется в связи с этим, вы не понимаете, в чем ваша потребность, вы не понимаете, допустим. А как вам кажется, что делать, то есть, допустим, вы работаете по этому алгоритму, и в итоге приходите к варианту номер два, или к варианту номер три. Как вам кажется, что делать дальше? Вот вы пришли к тому, что вы не понимаете, что делать, как можно изменить ситуацию, чтобы удовлетворять, начать свою истинную потребность. Или вы даже саму потребность не можете распознать, кто раскрывается за вашим аппетитом. Что, на ваш взгляд, делать в таких ситуациях? Потому что такие ситуации бывают, и даже нередко. Хотя и ситуации, вот первый вариант этот, ну, они тоже бывают. Продолжение следует... Ну, а чем-то это чем? Продолжение следует... Ну, на самом деле, да, даже если у вас в итоге вариант два или три, сам факт, что вы ответили хотя бы на вопросы, о чем вы думаете или что вы чувствуете, это уже может помогать несколько снизить аппетит. Когда вы понимаете, что вы сейчас хотите не булочку, а вы сейчас просто тревогу испытываете. С другой стороны, не всегда это снимает желание поесть. Если у вас есть ваши личные способы, которые вам в таких ситуациях помогают, ну, способы не связаны с едой, конечно же, да, то вы можете их использовать. Это очень хорошо все-таки есть. Что еще можно сделать, если вы в итоге пришли к варианту два или три? А тут есть тоже три варианта, как в сказке, да, налево пойдешь, там, прямо или направо. Вариант А, то есть мы сейчас говорим про что? Пришел к вам аппетит. Вы осознали, что это аппетит. И вместо того, чтобы просто пойти и съесть то, что хочется, вы стали анализировать, что же происходит вот по этим семи вопросам. Анализируйте и приходите в итоге к тому, что либо вы не знаете, что делать, либо даже не знаете, что вы хотите на самом деле. И вот что тогда делать дальше, чтобы не сказать себе, ну, все, все равно, как бы, пойду тогда поем. Вариант А, это самостоятельный поиск решения. А что это имеется в виду? Ну, давайте какой-нибудь конкретный пример. Допустим, женщина говорит, что ее аппетит связан с чувством раздражения. А раздражение, потому что у нее есть недовольствие их отношениями с дочерью. Ну, отношения дочери к ней, дочери-подростка, допустим. И ее потребность в том, чтобы дочь стала ее лучше слышать, чтобы у них как-то было больше взаимопонимания. Но как это сделать, она не знает. То есть она понимает, что она чувствует, понимает, с какими ситуациями связан аппетит, понимает, что она хочет, но как это исправить, она не знает. Как в этом случае выглядит вариант А, самостоятельный поиск решения. Допустим, она покупает книгу или заходит на какой-то тематический форум в интернете, который посвящен, допустим, детско-родительским отношениям. В частности, отношениям с подростками. Наверняка, так часто бывает, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они не уникальны. То есть это те проблемы, которые уже кто-то когда-то обнаруживал, кто-то когда-то как-то решал, в том числе эффективно. Поэтому наверняка, где-то в интернете, в каких-то книгах уже описаны практически такие же ситуации, как у нее, и способы их решения. Давайте предположим, она заходит на какой-нибудь женский форум, и там, среди прочего, есть вопрос о психологии отношений с детьми. Она туда заходит и, например, читает несколько очень похожих ситуаций других женщин, где они описывают, как они справились, что они сделали. И она для себя берет какие-то оттуда примеры, какие-то способы, о которых она просто не думала раньше. Или она там пишет, допустим, в какой-нибудь теме про свою ситуацию, и другие участницы, допустим, форума пишут, что можно сделать на их взгляд. И это тоже может оказать реальную помощь. Или она, например, покупает какую-нибудь книжку по психологии общения с детьми, с подростками в частности, и там вдруг обнаруживает для себя что-то, что она не знала раньше, не понимала, не учитывала, и понимает, что вот их конфликты с дочерью именно вот этим, возможно, обусловлены. И тоже начинает что-то делать по-другому. Вот это так выглядит вариант А. Иногда он проходит, да, иногда он не проходит. Вариант Б это обратиться... Так, сейчас, секундочку. Вариант Б это обратиться за помощью к близким, друзьям или знакомым. За помощью именно вот по поводу этой ситуации вашей. Ну, давайте вот возьмем эту же женщину с этой же проблемой. Общение с дочерью-подростками. Как для нее может выглядеть вариант Б? Например, она идет и говорит, разговаривает с мужем. Что, слушай, так вот и так. Я понимаю, что меня очень сильно раздражает вот такая тема, что у нас там как-то мало взаимопонимания с дочерью нашей. Что сделать, я не знаю. Как это исправить, я не знаю. Что ты вообще думаешь на этот счет? Возможно, муж ей ничего не подскажет. А возможно, он скажет там, ну, не знаю, допустим. Давай я поговорю. Или мне кажется, что вот у вас как-то есть недопонимание с ней, поэтому, поэтому, поэтому. Ей, допустим, окажется ценным эта информация. Или она звонит своей лучшей подруге и, среди прочего, делится вот наболевшим, да, вот этими переживаниями всеми. Ей, например, подруга о чем-то таком важном говорит. Вот. И эта женщина начинает как-то себя в отношениях с дочерью по-другому вести. То есть, это тоже может быть таким важным ресурсом. Советы, помощь, опыты близких, друзей, знакомых. И, наконец, вариант Б, если первые два не помогли, это обратиться за профессиональной помощью. Это может быть там психологическая, медицинская, юридическая, смотря что за ситуация у вас. Ну, чаще, конечно, тут речь про психологическую помощь. То есть, если вот, ну, никак вы не знаете, как самим ситуацию решить, особенно, если она повторяется из раза в раз. Не знаете, что делать, или не знаете даже, что вы хотите. Или, тем более, не знаете вообще, что вы чувствуете. Можно прийти на психологическую консультацию и там попробовать вместе разобраться. Это работает практически всегда. Другой вопрос, что кому-то достаточно одной консультации, кому-то нужно там несколько, кому-то много. Ну, тут уже в зависимости от того, что там за история скрывается. Так и иначе. Напомню, что в стоимость онлайн группы входит, в зависимости от выбранного вами пакета участия, одна, либо две психологических часовых консультации по скайпу со мной на любую тему. В том числе, это может быть вот такая тема. Когда вы понимаете, что вы что-то регулярно заедаете, и вы даже понимаете, что, но никак не можете с этим справиться. Вот по поводу этого тоже можно поработать в индивидуальном формате тогда. Это меняет что-то практически всегда. Другое дело, как я сказал, кому-то надо много времени, кому-то мало, тут уже все индивидуально. Ну, и давайте сейчас вернемся к вашим ситуациям. И чуть-чуть посмотрим еще раз на них. Ну, давайте, Юля, сначала вашу. Вот у вас ситуация была такая, что я, значит, время 10 часов, да, вернулась из магазина, голода нет, привезла продукты, разбирала и схомячила сырок. О чем я думаю? Думала о том, что муж собирается на охоту, мне не хочется, чтобы он уехал. Что чувствовала? Чувствовала грусть, злость и тревогу. Кстати говоря, когда несколько чувств, лучше работать дальше с тем чувством, которое сильнее всего. Вот, Юля, ваша ситуация, какое чувство все-таки было сильнее? Грусть, злость или тревога? Потому что это три очень разных чувства. То есть больше тревога была. Окей. Наверняка это чувство где-то как-то в теле ощущалось, но вы вот сказали, что не помните, да? Что хотелось в той ситуации на самом деле? Да, хотелось спокойствия. Да, хотелось убрать волнение и тревогу. Как именно, на ваш взгляд, можно было бы этого добиться? Этого можно было бы добиться, если муж остался бы дома. И на вопрос, что можно для этого конкретно вы могли сделать, вы написали ничего вначале, а потом написали, что максимум отрасслабиться, сказать себе, что все будет хорошо. то есть фактически вначале, вначале, когда вы написали ничего, вы вот озвучили этот самый второй вариант. То есть вы поняли, что с вами происходит, но вы не знаете, что можно было бы сделать в этой ситуации. как тогда могут выглядеть вот эти варианты А, Б и В. Вариант А, это самостоятельный поиск решения. В данном случае, конечно, можно искать, ну, конкретно пробовать искать, конкретно по вашей вот этой ситуации, да, а у кого еще есть такое, что вот муж собирается на охоту, а вы не хотите, чтобы он уезжал, испытываете тревогу, да, и что делать? Можно, конечно, так искать, но тут все-таки велика вероятность, что это, ну, долго придется искать, да, не факт, что прямо вот все-все-все у других также есть ситуации, которые все-все-все-все вот так же совпадают во всем, да, но ведь важно понять, про что эта ситуация, как бы стратегически, да, ситуация это про что? Что есть определенная потребность у вашего мужа, он хочет поехать на охоту, и есть определенное ваше чувство, ваша потребность, что вы, например, не хотите этого, потому что, ну, вот вам так спокойнее. Такого рода ситуации может возникать много. Связана ли она с охотой, с походом в магазин, с командировкой, с чем-то еще, это уже вопрос десятый. Принципиально в этой ситуации что? У одного человека, у партнера в отношениях есть одна потребность, у другого другая потребность. И когда первый свою потребность удовлетворяет, второй начинает испытывать какое-то неприятное чувство. И вот что делать в такого рода ситуациях? Ведь, Юля, вопрос на самом деле про это, правильно я вас понимаю? Ну, то есть, то, что муж собирался поехать на охоту, его все устраивало в этой ситуации. То есть, у него была своя потребность, он ее вполне, как бы, да, удовлетворял. А вам удовлетворение его вот этой потребности было от этого беспокойно, тревожно. Вам бы хотелось, чтобы он ну, фактически, сделал по-другому, сделал так, как вы хотите. И вот тогда вариант А будет выглядеть как? Что вы самостоятельно истечите поиск решения, но решение не конкретно вот той ситуации, да, а как бы стратегически, да, вы смотрите. ведь бывают такие ситуации, когда вот в паре такое происходит. Конечно же, бывает. Что делать тогда вообще? Что в принципе это нормально, что потребности могут не совпадать в какой-то момент времени. Более того, даже я бы сказал, ну, достаточно часто такое бывает нормально. Вот. Что делать в такого рода ситуации? И вы, например, первый вариант, вариант А, вы ищите самостоятельно, да? Допустим, там, не знаю, вы тоже там залазите в интернет, да, и ищете какие-то ресурсы, которые посвящены, ну, вот развитию коммуникации, взаимопонимания, например, в семье, даже не в семье в целом, а конкретно вот в паре, да, у партнеров, там, между мужчиной и женщиной, мужем и женой. Или, если эта ситуация не разовая, а повторяется регулярно, то есть муж ваш регулярно там с какой-то периодичностью ездит на охоту, и вы каждый раз испытываете тревогу, тогда можно, например, ну, то есть, тогда не принципиально, чтобы вы прям срочно сейчас решили ее, да, и вы можете, допустим, ну, там, поискать какую-нибудь книгу насчет того, как тоже быть вот в такого рода ситуациях, когда один хочет одного, а другого это не устраивает. Какие решения вообще тут придуманы? Потому что ситуации такие возникают, возникают почти у всех. Значит, есть и способы как-то с этим справляться. И, например, вы там что-то ища в интернете или там среди тех же самых книг в книжном магазине, допустим, что-нибудь такое находите. Да? Как выглядеть будет вариант Б? Обращение за помощью близким и друзьям. Ну, собственно говоря, вариант Б, да, это, как минимум, в вашем конкретном этом случае, поделиться с мужем вашими чувствами. Вот хотел, кстати, спросить, вы мужу-то вообще сказали о том, что за чувства у вас возникают, что вы чувствуете тревогу в связи с его поездкой, и что вы вообще у вас есть желание, чтобы он не ездил. Ага, тогда интересно, как муж обычно на это реагирует? Что он делает, что он говорит? Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok то есть в целом он ваше чувство здесь принимает, да, и говорит, что все будет хорошо, то есть он, по крайней мере, здесь слышит вас, но в то же время не отказывается от своей потребности из-за этого. и ваше чувство ваше чувство вот, ну это вот, допустим, вариант B, да, обращение за помощью близких или друзей. И повторюсь, иногда он помогает, иногда он не помогает. Допустим, в данном случае вы сказали мужу, но вам спокойнее от этого не стало, то есть тревога ваша никуда не ушла. Вариант В, профессиональная помощь, в частности, психологическая помощь, психологическая консультация. Допустим, вы обращаетесь на консультацию. Если бы вы с этим запросом пришли на консультацию, я бы вас скорее всего спросил, а про что, собственно говоря, конкретно вы тревожитесь? Муж уезжает на охоту, вы испытываете тревогу из-за этого, и эта тревога приводит к возникновению аппетита, желанию пойти поесть, хотя чувства голода нет, да? Я бы вас спросил, за что конкретно вы тревожитесь? Про что ваша тревога? Особенно, если учесть, что это не какая-то разовая ситуация, а что, в принципе, охота – это его хоббит, значит, он уже много раз ездил, значит, вы, в принципе, уже знаете, как это все проходит. Можете сейчас в двух словах написать? Ну, сейчас не будем проводить консультацию, да? Просто вот, ну, чуть-чуть для иллюстрации. Оксана, тоже добрый вечер, вижу, что вы присоединились. мы сейчас разбираем алгоритмы работы с аппетитом, то есть, что делать конкретно, когда приходит аппетит, да? то есть, потом там тоже в видеозаписи посмотрите начало. ну, много, ну, как уeta, Ну, ну, Юля встал, напишите. Да, вопрос. Я вас спросил, про что конкретно ваша тревога за мужа, то есть с чем она конкретно связана. Ну, в принципе, вы сейчас написали, то есть более-менее понятно. И дальше тогда бы, например, я поисследовал вот такую тему. Получается, что если муж не поедет на охоту, ну вот вы ему скажете, что вы тревожитесь, он не поедет из-за этого, то у вас внутри есть убеждение, установка такая, возможно вполне, да, что если он не поедет, то это равно безопасность, то есть он будет в безопасности, а значит я буду спокойно. А если он поедет, это равно опасность. Таким образом, получается, за этой установкой скрывается другая, возможно, более такая глубокая, что я каким-то образом могу контролировать безопасность своего мужа. Что его безопасность зависит от меня, по сути дела. То есть, когда он со мной, он в безопасности. Когда он без меня, он в опасности. Но я сейчас так несколько обостряю, специально утрирую. Но возможно, что есть какое-то бессознательное такое убеждение. И возможно, именно оно рождает чувство тревоги. Не знаю, откликается как-то вам эта идея, не откликается? Я не говорю, что это только именно так. Понятно, что по факту вы его не можете контролировать. Естественно. Но установка может быть бессознательная какая-то такая. Так же, как у многих, например, мам, есть установка иррационально по поводу своих детей. Что когда ребенок рядом со мной, когда он под присмотром, когда я его вижу, это значит, что он в безопасности. Если я его не вижу, например, он поехал куда-то в лагерь, даже в школу, еще куда-то. То значит, он уже в опасности. Значит, я уже переживаю. Да. Ну, понимаете, наши убеждения и установки, они редко подчинены здравому смыслу. Чаще всего они иррациональны. То есть, они не работают с точки зрения здравого смысла. Они не устроены по каким-то таким логическим принципам. И если есть такая, например, иррациональная установка, то, естественно, она будет как бы фонить в виде чувства тревоги. Как только муж оказывается, допустим, где-то далеко. У некоторых это дифференцировано. Например, у кого-то это прямо вот вообще такая, ну, тотальная установка. То есть, если, в принципе, муж где-то, не там, ну, не рядом со мной, я уже испытываю тревогу. Неважно, в магазине он, на работе там, на охоте еще где-то. У некоторых это дифференцированная установка. Допустим, если муж на работе, я спокойно, я, меня это не тревожит. Если муж с друзьями, все, у меня сразу тревога. Но, как бы то ни было, очень часто, да, наши чувства вызываются не реальной ситуацией, мы про это еще будем с вами дальше говорить, а нашими внутренними установками. Я всегда привожу такой пример, да, садятся два человека в самолет. Один страдает аэрофобией, а другой нет. Они садятся в один и тот же самолет, с одинаковыми пассажирами, на одни и те же кресла, рядом друг с другом, самолет один и тот же, один и тот же рейс. Вот они рядом друг с другом летят. Но эмоции, которые они испытывают, и поведение у них абсолютно разное. Человек, у которого нет аэрофобии, весь полет спокоен. Он, там, не знаю, спит или читает журнал, там, или еще что-то, да. Прилетев там, куда ему нужно, он выходит и едет из аэропорта по своим делам. Человек, который страдает аэрофобией, он уже, еще до начала полета, уже испытывает тревогу, страх. В самом полете он может испытывать даже панику, вплоть до панических атак. Это в том числе проявляется на уровне физиологии, там, сердцебиение повышенное, потоотделение и так далее. Он нервничает, для него это огромный стресс. Сейчас он ничего не может делать во время полета. И после полета ему еще надо какое-то время, чтобы как-то прийти в себя. Что происходит? Почему такие разные чувства у них? Причем, человек, который страдает аэрофобией, если вы его спросите, почему ты так тревожишься, так переживаешь? Он скажет, ну как почему? Потому что я лечу сейчас в самолете, да, это опасно, самолет может разбиться, я умру и так далее. То есть он связывает свое состояние с реальностью. А на самом деле его состояние с реальностью вообще никак не связано. Потому что если бы его состояние было связано с реальностью, то есть с самим самолетом, с тем, что какие звуки он издает и прочее, прочее. С тем, что самолеты бывают, падают и разбиваются. Тогда бы все люди в этом самолете испытывали бы идентичные чувства. Паники, страх и так далее. Но их испытывают по статистике только процентов 30. Тех, кто страдает аэрофобией. И этот пример, он наглядно демонстрирует то, как работает наша психика в плане возникновения очень многих чувств. Очень многие наши чувства, неприятные особенно, да, являются результатом не того, что происходит в реальности вокруг нас, а того, что происходит у нас самих в голове. Например, если в голове у мамы есть установка, что мир вокруг это опасное место, кругом одни педофилы и маньяки. То тогда, куда бы ее ребенок не вышел за порог квартиры, к другу, в школу, в поход, не дай бог там в лагерь какой-нибудь летний на юг, куда бы он не вышел, и сколько бы лет не было этому ребенку, даже если это уже подросток, да, такая мама всегда будет испытывать тревогу. Не потому, что ребенок куда-то реально пошел, не потому, что что-то еще, да, а потому, что у нее есть вот такое иррациональное убеждение. Есть, например, другая мама, у которой есть другое убеждение. В принципе, тоже иррациональное, но другое, допустим, что в целом мир вокруг, да, это в целом, ну, как бы место хорошее. Однако есть конкретный набор ситуаций, где, которые могут быть опасны для ребенка, и именно по поводу этих ситуаций ребенка надо хорошо проинструктировать и убедиться, что он четко понимает, что вот есть ситуации, где может быть опасность, и он должен четко знать, что в них делать. Например, если на улице к нему подходит незнакомый человек, да, или если там, ну, еще что-то происходит. Вот. А если ребенок идет в гости, что это в общем и целом безопасно. Если он в школе, то это в общем и целом безопасно. Или, может быть, у этой мамы есть установка такая иррациональная, что я не могу контролировать ребенка, когда, и отвечать за его жизнь, когда его нет рядом со мной. Когда он в школе, ну вот что бы я ни делала, вот я сижу на работе и тревожусь. А что толку тревожиться? Если что-то с ним случится, я сейчас никак ему не смогу помочь в любом случае. Потому что физически невозможно обеспечить стопроцентную его безопасность. Если мама думает так, она уже не будет тревожиться, по крайней мере, всегда, когда ребенок куда-то уходит. И я бы тогда, ну это вот возвращаясь к вашему вопросу, да, вот здесь немножко вот эту вот тему бы поисследовал. А почему вы тревожитесь вот в такой ситуации, где ваш муж, то есть другой, взрослый, такой же, как и вы, взрослый человек, мужчина, да, с другими мужчинами, взрослыми тоже людьми, да, куда-то уезжает. Причем не первый раз уже. А для него это как бы, ну, хобби, то есть это что-то, что он любит, хорошо знает, наверняка гораздо лучше, чем вы. У него самого это беспокойство не вызывает. Кучу раз было, что он туда уезжал, и все было нормально. Ну, стратегически, в общем, в целом, да. Тогда почему же, почему же у вас это вызывает такую сильную тревогу? Это сейчас не для того, чтобы вы отвечали, да, а, ну, скорее вот, это к варианту номер, к варианту В, когда вы обращаетесь, допустим, за психологической консультацией. И мы там разбираем. И вот примерно, в какую сторону может быть эта работа. Вот. И, с вашего позволения, да, давайте тут тогда пока поставим паузу. Давайте, Татьяна, еще просто вашу хочется ситуацию. Вы не против, если вашу тоже сейчас чуть-чуть мы подробнее, как бы, ну, ситуацию разберем, то, что вы написали. Вот, значит, вы, Таня, писала следующее. Ситуация, в которой пришел аппетит. Еду в машине, неприятный разговор, едем в сад. Вот это объективный параметр, да, ситуации. Значит, о чем я думаю? Думаю о том, как остановить этот разговор, который завязался, да, по дороге. Как себя успокоить? Думаю о том, что сейчас сорвусь. Что я чувствую? Чувствую, вы написали, обиду. А где в теле это ощущается? Ощущается в виде частого дыхания и слез подступающих. И комка в горле еще. Что, в чем конкретно потребность в этот момент? Потребность, вы написали, высказаться и выйти из машины. Как конкретно реализовать эту потребность? Шестой был вопрос, да. Остановить этот неприятный разговор. И когда дошли до седьмого вопроса, что конкретно можно было бы сделать прямо сейчас, вы написали, что могла остановить этот разговор, но был бы весь день испорчен в молчании. Да, и нужно было как-то успокоиться. И дальше вы там даже некоторые варианты еще написали, да, включить музыку, там, начать читать, там, да, если дома принять ванну и так далее. Вот, кстати, тоже интересный момент. Вот, допустим, вот такая ситуация, да, вы с кем-то общаетесь, разговор для вас становится неприятным, вы начинаете ощущать, ну, например, обиду. И вы думаете, так, чтобы как-то переключиться от этого, чтобы не пойти поесть, да, а приму-ка я ванну. Вы приняли ванну, и как вам кажется, вот так вот, ну, положа руку на сердце, а уверены ли вы, что обида от этого полностью исчезнет? Вот ванну приняли, или послушали музыку, или начали что-то читать, или приняли освежающий душ. Ну, если действительно это обида, как вам кажется, вот, ну, да, на самом деле исчезнет полностью именно. У всех по-разному, да? То есть, к разным чувствам есть, ну, как, с разными чувствами работают разные подходы, разные техники, да. То, что помогает справиться, например, со злостью, не всегда поможет справиться с обидой. То, что помогает с грустью, не всегда поможет там со страхом и так далее. Обида, это, ну, если это действительно обида, да, то это, как правило, про, часто очень про какие-то не... Сейчас слово с языка слетело. Про какие-то нереализованные ожидания. Что вы ожидали, вы думали, что должно быть так, или что кто-то должен сделать, сказать что-то так, а произошло по-другому. И тогда получается, что потребность, которая в этой ситуации часто возникает, в ситуации обиды, да, это потребность довыразить, довысказать что-то, что не было высказано с вашей стороны. Или же увидеть, в чем именно ваши ожидания были, ну, может быть, завышены или там неадекватны, там, или еще что-то. Ну, вот то, что Татьяна написала, да, что вот так был неприятный какой-то разговор по дороге в сад, да, и было желание его остановить. То есть, с одной стороны, можно здесь смотреть, анализировать, почему именно обида возникла, то есть, что именно обиду вызвало. Кстати, вот если можете сейчас написать в двух словах, да, что конкретно-то обиду вызвало в этой ситуации, в этом разговоре. Потому что, опять же, в ситуации, когда мы с кем-то общаемся, особенно из близких, и этот разговор для нас может быть неприятен, сложен как-то, непрост, таких ситуаций бывает много, и они достаточно, ну, регулярно возникают. Вот, и само по себе это нормально, но не в каждой такой ситуации возникает чувство обиды. Поэтому, если можете написать, а что именно вас обидело в этой ситуации, в этом разговоре? Претензии, что я не работаю в саду. То есть, к вам были предъявлены некоторые претензии по поводу того, что вы не работаете в саду. Это еще не достаточно для того, чтобы возникла обида. То есть, вам другой человек сказал, что вот там, я считаю, что ты не работаешь в саду. Не каждый в этой ситуации обидится. Чтобы возникла обида, надо еще что-то. Это что-то, в частности, это, например, ваше несогласие с этим. То есть, вам говорят, что ты не работаешь в саду, а вы считаете, как? То есть, чем для вас эта претензия обидна была? А вы считаете, что вы работаете, но мало. И смотрите, и это пока еще тоже не повод, чтобы возникла обида. Потому что пока это просто некоторый диалог. Вам другой человек говорит, что ты не работаешь в саду, я так считаю. А вы говорите, и вы считаете, что я работаю, но просто мало. То есть, ваше видение не совсем совпадает. Он считает, что вы вообще не работаете, а вы что, работаете, но мало. Это нормально. Вот до сих пор пока это нормально. То есть, это просто некоторый диалог, где есть несовпадение точек зрения. Пока здесь нет еще основания для того, чтобы возникла обида. Так почему и что вас именно обидело? Попробуйте посмотреть внимательно, может быть, повспоминать то, как это все происходило там, разговор. То есть, это тоже вам другой, я так понимаю, сказал, что вы не помогаете, вам сад не нужен. Опять же, а вы как на самом деле считаете? Я так понимаю, что это значит, мама, видимо, вам говорила, да? Сходя из последней фразы. Угу. И почему это вас обидело? Спасибо. Так, то есть смотрите, вы стараетесь что-то делать по саду, а вам мама говорит, что ты не работаешь, не помогаешь, сад тебе не нужен, ты плохая дочь. И смотрите, точно так же, как в случае с аэрофобией, вот пока вы описали то, что происходит в реальности. То, что говорит мама, то, что там говорить, отвечаете вы или думаете. И пока это еще не повод для того, чтобы почувствовать обиду. Скажем так, кто-то другой в такого же рода ситуации мог бы чувствовать не обиду, а что-то другое. Вы же написали, что вас это обидело. То есть обида в данном случае возникла не потому, что вам мама вот это сказала, хотя наш мозг заставляет нас думать обычно именно так, что меня именно мама обидела. Например, в данном случае, именно ее слова обидели. Но попробуйте сейчас посмотреть внимательно. нет ли внутри вас такого момента, что когда вы делаете что-то по саду, вы стараетесь, вот вы пишите, я стараюсь. Нет ли такого внутри ожидания, что раз я что-то делаю, раз я стараюсь, то мама как минимум, как минимум не должна в мою сторону какие-то упреки отпускать. Вот если бы я вообще ничего не делал или вообще бы не старалась, тогда да, но я что-то делаю, я стараюсь и поэтому я ожидаю, что мама хотя бы как минимум не будет мне ничего говорить негативного в мой адрес, а как максимум может быть даже где-то будет это ценить или замечать или там, не знаю, благодарить или еще что-то. Прислушиваясь к себе, скажите, есть ли внутри где-то такое ожидание? Спасибо. 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 И тогда смотрите, что происходит. У вас внутри есть ожидание, что за те действия, которые вы совершаете, относительно сада, допустим, ну и относительно мамы в большей степени, что за эти действия вы ожидаете, что мама либо как минимум не должна ничего вам плохого говорить, либо как максимум даже где-то должна это замечать, благодарить и так далее. есть внутри такое ожидание. Есть внутри такое ожидание. И это ожидание сталкивается с другой реальностью, что в реальности мама вас не благодарит, не замечает то, что вы делаете, а наоборот критикует. И так что вы тогда чувствуете? Тогда вы чувствуете, что ваше ожидание, оно не оправдалось. И вот тогда и возникает чувство обиды. Потому что обида это реакция на неоправданные ожидания. Но здесь важный вопрос. Я чувствую обиду из-за того, что мама сказала, или из-за того, что у меня были эти ожидания, и они не совпали с реальностью. И это точно так же, как в случае аэрофобии. Я испытываю панику, страх, потому что я лечу в самолете, и эта ситуация вызывает у меня такие чувства, да, самолет, и так далее. Или же я испытываю панику и страх, потому что у меня внутри есть убеждение установки, что, например, летать небезопасно, мы обязательно разобьемся, бла-бла-бла. И поэтому я испытываю панику и страх, а с реальной обстановкой это вообще никак не связано. И часто оказывается, что второе. Как могло бы выглядеть в этой ситуации тоже, как могли бы выглядеть варианты А, В и В? То есть, когда, например, вы поработали по этому алгоритму, поняли, в принципе, в чем суть дела, но не поняли, что можно сделать, собственно говоря. Потому что вы написали, что я могла бы остановить этот разговор, но был бы весь день испорчен, и пришлось бы его провести в молчании. То есть, я так понимаю, для вас тоже этот вариант был бы, скажем так, не очень конструктивный. Вариант А, самостоятельный поиск решения. Если, опять же, эта ситуация повторяется из раза в раз, то есть, не какая-то просто разовая ситуация, то вариант А, самостоятельный поиск решения, мог бы выглядеть как? Во-первых, надо понять, в чем, собственно, суть проблемы. Допустим, вы приходите к пониманию того, что проблема тут в том, что у меня есть вот такое ожидание. Да, я вот это ожидаю от мамы, и не получаю этого, и поэтому обижаюсь. Ну, собственно говоря, у всех у нас есть такой механизм. Это не то, что у вас именно только так. У всех у нас есть такой механизм, что когда мы начинаем что-то ожидать, а ожидания никогда на 100% не оправдываются. То есть, всегда бывает, что все наши ожидания оправдывались на 100%, такого не бывает. И поэтому в этих моментах всегда возникает чувство обиды. что там, где есть ожидания, не оправдавшись, там всегда будет обида. То есть, скажем так, сложно столкнуться с тем, что мое ожидание не оправдалось, и не почувствовать при этом обиду. Вот. И вы, например, понимаете, что вот, я обижаюсь-то вот из-за этого, на самом деле. И тогда варианта, самостоятельный поиск решения может заключаться в чем? Например, вы там ищите, опять же, там в интернете или в книгах, что-то на тему того, как вообще работать с обидой, или как избавляться от обиды, или почему возникает обида. И пробуйте самостоятельно с этим как-то справляться. То есть, не с мамой. Мама пусть там остается такой, какая она есть. Вариант Б. Обращение за помощью к близким или к друзьям. Сюда входит, например, один из вариантов этого. Это, допустим, поговорить с мамой. Но только тут надо очень четко понимать, как поговорить. Потому что можно поговорить так, что еще хуже все станет. И вы себя будете хуже чувствовать там у мамы. Вот. А можно поговорить так, чтобы понимание, взаимопонимание улучшится. Угу. А можно поговорить, я не знаю, там, допустим, с мужем, с подругой, с кем-то. Просто поделиться. Слушай, вот у меня вот такая ситуация, да. Вот. Я вот ожидаю, что так вот, да, вот что-то делаю. А вот от мамы в ответ, слушай, вот то-то, то-то, да. Иногда просто кто-то из близких, из друзей, из подруг, просто может поддержать вас. Что да, ну, я понимаю, что, наверное, это там не просто тебе, да. Или, наверное, это очень обидно слышать. И эта поддержка уже может быть для вас некоторым ресурсом, в результате чего ваш аппетит станет меньше. Мы же говорим тут про что? Чтобы справиться с аппетитом, чтобы в итоге не пойти и не заесть это все. Угу. Может быть, кто-то из друзей, близких, подруг поделится с вами, ну, какой-то похожей своей ситуацией, своей жизни и тем, как он это решил. Угу. Ну и, наконец, это может быть вариант ВЭДа, профессиональная помощь. В частности, психологическая, допустим, тоже, если бы вы пришли с этим вопросом на консультацию, то я бы вам вот как раз предложил поисследовать скорее больше тему своих ожиданий, нежели тему того, как себя мама ведет и почему там она так себя ведет и так далее. тему своих ожиданий, тему того, как эти ожидания можно менять. Потому что если вы где-то, где вы ожидали и это ожидание не оправдывалось и вы чувствовали обиду, если в этом моменте вы, в этом месте вы перестаете что-то ожидать, тогда, соответственно, исчезает вероятность почувствовать обиду. Например, если вы что-то делаете по саду и вы внутри себя, ну как бы себе даете такую установку, что я вот это делаю, в том числе, например, для мамы. Делаю сколько могу. Но я понимаю, что скорее всего, скорее всего, мама это не заметит, не оценит или, если даже заметит и оценит, не скажет никак про это мне. Скорее всего, наоборот, в силу своего характера, в силу там еще чего-то там, каких-то своих личностных особенностей, ей легче сказать о том, что ей не нравится, что плохо. И поэтому вы перестаете внутри своего, своей головы связывать две эти вещи. То, что вы сами делаете по собственному желанию, например, для мамы, в том числе, и как бы ее реакцию на это. И вы себе говорите, то, что я делаю, я делаю, и мне без разницы, как мама на это будет реагировать. И тогда вы перестаете это ожидать. И тогда, если вы перестали это ожидать, то потом, когда вы слышите от мамы все эти слова, вы не... Ну, это не то, что вы прям слышите все эти слова, что ты ничего не делаешь, ты плохая дочь. И вы прям в блаженстве пребываете, как Будда, которого, наверное, как-то вас это будет задевать. Но, может быть, вам будет уже не столько обидно, сколько, ну, просто, например, печально или просто грустно, что, ну, вот да, ну вот так. Но не будет сильных таких чувств. А это значит, что уже вы что-то смогли с этой, ну, ситуация сделать. Угу. 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 Да, ну, понятно, что вы ожидаете уже ее критику, да, потому что, видимо, это там, ну, было не раз. Угу. 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 далее хотя это просто можно прояснить и договориться например каждый раз как я просто сейчас для пример не не факт что это у вас будет работать например ввести такое правило в коммуникации с мамой что как только она начинает вас как-то критиковать вы обозначаете мама стоп это мама подожди но тут слова можно подбирать я сейчас слышу твою критику я сейчас не хочу это слышать а если ты сейчас дальше будешь про это говорить тогда давай лучше сейчас закончим разговор или давай говорить про что-то другое естественно если вы так один раз делаете это ничего принципиально не поменяет это надо делать несколько раз но как бы начать делать в системе даже мама может обидеться на это мама мама может начать раздражать еще что-то но если вы будете с упорством слона каждый раз это говорить проговаривать прямо не сидеть там не молчать а проговаривать мама стоп ты сейчас меня критикуешь мне это не нравится сейчас давай тогда разговор закончил то возможно на 5 возможно 10 возможно на 20 раз ну поскольку мама человек у нее тоже есть разум да это же неприятно испытывать неприятные чувства когда вы каждый раз это говорите да возможно в какой-то момент она поменяет свою стратегию и например прежде чем сказать рефлектор на что-то критическое у нее уже будет включаться в голове переключатель хоп стоп сейчас ведь как только я это скажу она мне скажет мама стоп а мне это неприятно и тогда собственно может быть я не буду это говорить да вот и очень часто такого рода вещи работают не всегда иногда зависит от разных факторов да например человек там уже сильно возрасте ему сложно чему-то обучиться перестроиться в том числе в своих привычках уже очень сложно это сделать и там например такого рода вещи договоренности могут не сработать однако это не значит что нельзя какие-то обходные на эти пути допустим был такой замечательный психотерапевт милтон эриксон который славился тем что он использовал для помощи своим клиентам семьям в том числе до супружеским парам очень такие ну как бы нестандартные методы и приемы которые в то время когда вот он жил в том числе в середине вот 20 века ну как бы остальными в основном психиатрами психотерапевтами не применялись да вот он был таким новатором в этом плане и допустим как-то раз к нему обратилась молодая женщина которая недавно вышла замуж и она сказал что вот есть такая проблема с родителями мужа что родители мужа могут нагрянуть в любой момент мы просто в любой момент когда ему заблагорассудится естественно иногда я рада их видеть иногда нет иногда у меня какие-то свои планы они могут в любой момент прийти то есть они считают что это нормально ну они же родители мужа моего я там не могу им просто сказать нет я сейчас вас не хочу видеть ну понятно да это как бы был бы конфликт был большой вызову что же делать он мне предложил весьма оригинальный способ как раз вот из той оперы что если бы она напрямую с ними стала как-то про это говорить что они могли бы вы там вот да таки предупреждает нас возможно это бы не сработало и там вызвало бы конфликт да и они бы обиделись или муж бы обиделся тогда он мне предложил 8 весьма оригинальный способ он выяснил что у нее есть такая особенность что когда она начинает нервничать у нее начинает болеть живот и иногда даже возникает ну рвотный рефлекс и да и даже там по моему один и сколько-то раз такое было что вот она нервничала да и вот но как бы такое возникало в связи тоже с приходом родителей мужа и он и сказал что вот следующий раз когда родители мужа придут вам надо будет быстренько что-то съесть и даже если не будет рефлекторно вот искусственно вызвать рвоту чтобы это все выглядел так как будто бы у вас непроизвольно от вас стал тошнить и стараться так несколько раз как бы так сделать потом когда она к нему пришла через какое-то время она рассказала что да они там пришли в очередной раз я там пошла на кухню что-то там выпила или съела ее стал тошнить родители естественно мужа забеспокоили что как ты что ты она сказал да типа ничего ну вот просто меня тошнит там и так далее ну ладно какой-то другой раз там тоже или через раз они пришли хоп а ее снова там тошнит прямо и плохо но они снова беспокоятся там так далее ну и там предположим третий раз такое же тоже произошло на четвертый раз прежде чем прийти они позвонили и поинтересовались у нее как у тебя сегодня самочувствие не тошли не тошнит ли тебя сегодня а эриксон и сказал что вот как бы ну это есть цель чтобы ты управляла тем могут они прийти или не могут и ты решай сама если тебе хочется их сегодня видеть да пусть приходит если нету нет и она стала что делать если если действительно реально хочется их видеть сегодня она горит вниз я сегодня хорошо себя чувствую пожалуйста приходите если вдруг и сегодня по каким-то причинам их видеть не хотелось она говорила знаете да я вот сегодня что-то все-таки меня поташнивает и они не приходили то есть таким способом она изменила их поведение то что для них было привычным приходить без предупреждения в любой момент она изменила их поведение но не напрямую жестко так вот да а вот таким обходным путем то есть способы могут быть разные что и как можно сделать и и это тоже например в рамках той же самой психологической консультации может быть проделана вот у нас времени совсем чуть-чуть поэтому что еще хотел сказать но татьяна я тоже спасибо вам хочу сказать да что свою ситуацию тут разрешили более подробно обсудить я думаю для вас и для остальных это тоже определенную пользу могло иметь хочу про что еще сказать там у нас в какой-то из пакетов услуг входит тренинг по эмоциональному интеллекту в какой-то не входит то есть в любом случае есть у меня интернет тренинг по эмоциональному интеллекту почему про него сейчас говорю потому что управление контроля аппетита очень сильно связан с тем насколько я умею контролировать управлять своим эмоциональным состоянием а эмоциональный интеллект это фактически противоположность такого интеллекта обычного традиционного который измеряет уровень наших знаний нашей памяти там да и так далее эмоциональный интеллект он показывает то насколько человек понимает свои эмоции эмоции других людей и умеет это учитывать при общении и многие исследователи приходят к выводу что именно эмоциональный интеллект во многом определяет но не то чтобы успешность успешность такое слово мне не очень нравится скорее определяет но удовлетворенность человека жизнью своей в разных ее сферах именно эмоциональный интеллект и а он включает в себя способность во-первых понимать свои эмоции то есть иногда бывает что человек что-то чувствует а что именно он чувствует он не знает если я не знаю что какое чувство я сейчас испытываю я не могу им управлять и это тоже одна из причин почему я могу пойти поесть то есть иногда люди просто путают голод и какую-то эмоцию потому что они не знают что это за эмоции например тревогу испытывать неприятно голод тоже испытывать неприятно но если я не могу распознать что у меня сейчас тревога я могу принять ее за чувство голода ну перепутать то бишь да то есть эмоциональный интеллект включает в себя способность понимать эмоции свои распознавать это первое то что он развивает да второе это выражать и проявлять эти эмоции если я не умею выражать и проявлять эти эмоции тогда у меня тоже могут возникать разного рода проблемы в том числе так называемую психосоматика да когда не выраженные эмоции влияют на состояние моего здоровья приводя к разным болезням к разным ограничениям к физическим зажимом напряжению телесному мышечному и так далее третье это способность отпускать эмоции отпускать то есть перерабатывать как бы да и оставлять их в прошлом наверняка у вас бывали такие ситуации когда вы с кем-то поругались на кого-то разозлились ситуация уже была там неделю назад месяц год 10 лет назад а вы до сих пор периодически эти эмоции испытывать или вы до сих пор как только видите этого человека у вас сразу всплывают неприятные эмоции это значит что это эти чувства эти эмоции они не отпущены на самом деле вот эмоциональный интеллект он в том числе праве так как это отпускать также четвертом про то как контролировать свои эмоции особенно там где они сильные например гнев что-то там такое и наконец про то как реагировать на эмоции других людей в том числе противостоять там где надо чувством других людей когда другие люди с помощью своих чувств пытаются как-то на меня воздействовать или там манипулировать вот и вот этот тренинг по эмоциональному интеллекту там очень подробно все это разбирается в практическом ключе с огромным количеством примеров да еще и с огромным количеством психологических техник как с какими эмоциями как можно справляться там и так далее плюс там есть ответы на вопросы то есть можно проходя там 10 занятий проходя каждое занятие писать свои вопросы к нему и получать в данном случае там от меня ответы вот я сейчас скину так 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 сейчас секундочку чтобы время сейчас не занимать просто скину ссылку где более подробно можно это почитать посмотреть и если вас заинтересует то есть те кто у кого пакет премию премиум и вип там уже входит в стоимость этот интернет тренинг то есть вы его проходите сами сами он не привязана каким-то датам вы его проходите сами он приходит вам на электронную почту в любое время когда удобно вы его проходите вот тем у кого пакет стандарт там он не входит стоимость но его можно приобрести со скидкой 50 процентов эта скидка именно для участников наших онлайн групп то есть он стоит изначально 3000 а получается с этой вот скидкой 50 процентов он стоит значит полторы вот так сейчас я вот скину ссылку где можно посмотреть так вот собственно говоря поэтому до следующего раза до задания какое будет вот ситуация когда будет возникать аппетит уже использовать вот эту технику алгоритм работы с аппетитом и в идеале даже в нашей вот онлайн группе конкретно написать что у вас как будет получаться если что-то не будет получаться тоже про это можно написать главное то что мы с вами здесь обсуждаем сразу пробовать это внедрять свою повседневную жизнь не просто откладывать там в теории вот таким вот образом в следующий раз у нас с вами будет следующий вопрос из цикла осознанного питания это вопрос как я ем тоже вопрос очень важный соответственно его мы будем обсуждать уже в понедельник поэтому на сегодня мы завершаем хороших вам выходных и тогда до понедельника